ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ТЕПЛО МОГУТ ПОВЫСИТЬ Предложение компании «Монополисты» рассмотрели на общественном слушании. В этом году исполняется 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Историю того непростого времени рассказали петропавловским школьникам. Подготовка к чемпионату Казахстана по борьбе. В спортивной школе «Женеус» проводят свою тренировку борцей с Петропавловской, Караганды и Кызаларды. ТУ «Агросевер» в селе Повозочное работает с 1997 года. На балансе товарищества более 8 тысяч гектаров паевых земель. Регулярно выплаты получают 940 сельчан. Вся площадь засевается 100%. Сегодня земельный пай выдан абсолютно всем денежным выражением. Поэтому сегодня у нас все пайщики, которые у нас находятся, все получили денежные выражения. Часть там получили зерно. Мы занимаемся в основном зерновой производством. На сегодня у нас посевная площадь всего земель 17 тысяч, из них 11 300 – это пашни, остальное – сенокосные угодья. С 13-го года мы завезли племенной скот, казацко-белоголовый. На сегодня имеем поголовье 1100 голов. Повозочное находится в 50 километрах от районного центра. Проживают здесь 836 человек. Благодаря товариществу село развивается. При поддержке «Агросевер» в этом году здесь открыли хоккейный корт, где занимаются 30 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Для работников товарищества строится комфортное жилье. В семи домах уже отметили новоселье. За счет средств ТО школьники с 1 по 11 класса обеспечены горячим питанием. При Ишимской средней школе обучается 134 ученика и еще есть 2 класса при школе. Там у нас 7 учеников обучается. Коллектив школы насчитывает 36 учителей. Николай Александрович – это человек с неравнодушным сердцем, к которому можно в любой момент обратиться с помощью. Он помогает нам в ремонте школы. Это очень ощутимая поддержка. Кроме этого, осуществляется подвоз детей с села Артакуль и села Минеевка. В этом году очень снежная зима. Он очень хорошо помогает с очисткой территории, благоустройстве территории. ТО «Гермесагра», что в городецком сельском округе, вкладывает немало сил и средств развития села Мерген. Многие уезжали отсюда, так как не было работы и нормальных условий для проживания. Но с открытием товарищества жизнь в селе улучшилась. Сегодня здесь проживают более 300 человек. У семьи Бекер 6 родителей, старшему 18 лет, младшему 6. Галина Бекер работает кассиром в мини-маркете. Живем хорошо, зажиточно, благодаря крестьянскому хозяйству. Держим тоже самое большое хозяйство. 12 дойных коров у меня, плюс лошади, молодняк. Всем довольны. Зарплата вовремя, паи получаем вовремя. Желающий может деньгами получить, мы получаем с мужем отходами. В любой момент можем взять, как нам удобно, свободно. Там нет такого, чтобы не задержали или что. Всегда все вовремя. В размере 500 килограмм на человека. В Гермес Агра оказывают значительную помощь селу. За счет хозяйства зимой своевременно очищают дороги от снега. Построили фок на 52 миллиона тенге. По программе «Дорога в школу» помогают малообеспеченным и многодетным семьям. Обеспечивают бесплатным горячим питанием школьников. Выплаты получают более тысячи паищиков. Площадь у нас засеваемая 12 700. Выращиваем в основном пшеницу, ячмень, масличные культуры, рапс. И у нас в животноводствах готовим корма, сеем однолетние травы. Техники предостаточно. В основном работает молодежь. Зарплата у нас около 300. Пайщики деревни Баганаты, Аканбарак, Чапай, Жалтырь. У каждой сельский охор, земельный надел, когда делят, есть 5 гектар, 5,9. Например, в Чапае 6,3 пашни. С этого расчета, если 6,3, то 500 килограмм. Если выше 7, то у них и больше выходит. Где-то 750 килограмм. Я сам получаю по 500 килограмм. У меня 5 пайщиков, я сам забираю. Кошибай Шани и в полвека живет в селе Искака Ибраева. Его земля находится на балансе ТО Ибраева. Как и другие сельчане, он тоже получает паи. Первый год давали по 500 килограммов отходов. У меня 5 паев. Теперь получаю по одной тонне за один пай. ТО хорошо помогает населению. Наше село процветает. Сейчас работает много молодых специалистов, что нас очень радует. За счет средств ТО Ибраева – это 1 миллион тенге. Закуплен спортивный инвентарь. Его установили в местном Доме культуры. Люди занимаются спортом. Учащиеся бесплатно обедают в школьной столовой. Наше ТО было открыто в 2020 году. До 2020 года это было фермерское хозяйство Ибраева. У нас полтора гектара земли. Из них 8% – земли паищиков. Также в ТО есть 80 коров, 153 барана, 45 лошадей. У нас 15 рабочих. Заработная плата ежемесячно выплачивается вовремя. Своим рабочим сено, солому и зерно выдаем бесплатно. Один пай на одного человека – 50 тысяч тенге. У нас 176 паищиков. Мы оказывали помощь детям по программе «Дорога в школу». Если сельские жители обращаются за помощью, мы всегда помогаем. В сельском округе, в котором относятся 4 села, проживают более 1700 человек. 475 из них в селе Искака Ибраева. Камила Карим, Александр Янцен, МТРК. 27 января текущего года исполняется 30 лет, как была создана система казначейства Республики Казахстан. С обретением независимости в 90-е годы необходимо было создать новую систему государственного финансового управления. В 1994 году после указа президента Республики Казахстан было создано Главное управление казначейства при Министерстве финансов. Оно появилось для обеспечения стабилизации экономики, контроля использования бюджетных средств, обеспечения госорганов оперативной информацией по исполнению бюджета. Территориальные органы казначейства представлены во всех областях и районах центров Республики. По североказахстанской области в системе казначейства работает 135 сотрудников, очень, так скажем, компетентных работников, знающих очень хорошо это бюджетное законодательство, законодательство о государственных закупках. Нам это необходимо для того, чтобы осуществлять контроль финансовых документов. Нами обслуживаются 205 бюджетов области, из них 190 бюджетов – это бюджеты местного самоуправления, это бюджеты, их еще называют бюджеты четвертого уровня, самый нижний уровень. Областной департамент казначейства обслуживает 600 организаций. Кроме того, его клиенты – субъекты квази-государственного сектора, а также крупные строительные компании. Ежедневно работники департамента казначейства обрабатывают 2500 финансовых документов. Этот процесс стал значительно быстрее с ноября прошлого года, благодаря новому серверному оборудованию. Для нас Новый год – это и начало нового финансового года. Именно в январе месяце осуществляется загрузка финансовых планов, после которого осуществляются все расходные операции по бюджету. На утро сегодняшнего дня мы загрузили в нашу информационную систему планы финансирования областного бюджета, бюджеты всех районов, и областного центра. Завершается загрузка планов четвертого уровня бюджета. Информационная система ведомства регулярно обновляется. Дарья Башмынцева, Александр Янсен, МТРК. По статистическим данным, в январе-декабре 2023 года промышленные предприятия области произвели продукции в действующих ценах на 647,6 миллиардов тенге. Индекс промышленного производства составил 114,4% к 2022 году, что соответствует второму месту в республике. Инвестиции в промышленность входят в тройку лидеров по вложению инвестиций в основной капитал региона. В промышленности области заняты 23,5 тысячи человек. Две трети работают в обрабатывающей промышленности. В департамент комитета по регулированию естественных монополий поступила заявка от АО «Севказэнерго» и ТО «Севказэнергосбыт» об изменении тарифа. Вопрос обсудили на публичном слушании. Действующий тариф АО «Севказэнергос» 1 января – 4059 тенге. Планируется поднять его до 4350 тенге. Ключевыми факторами, которые влияют на изменение тарифной составляющей, это у нас уголь в сырье. В действующей тарифной смете заложено 2300 тенге, а фактическая цена закупки составляет более 3000 тенге. То есть 800 тенге у нас вне тарифа – это наши прямые убытки. Ну и вторая составляющая – это у нас заработная плата персонала. В тарифной смете предусмотрено 181 тысяча тенге. Мы вышли с проектом заработной платы по статистике в отрасли непосредственно в регионе присутствия – 189 тысяч тенге. По словам Анатолия Казановского, на станции ТЭЦ-2 250 вакансий, но низкая плата труда не позволяет привлечь квалифицированных специалистов. В последний раз тариф пересматривали в июле 2023 года, но тогда не учли выросшие цены на уголь. Это принесло более 400 миллионов убытка. Повышение тарифа не перекроет эту недостачу, но позволит не накапливать новую. Похожие объяснения дал и представитель ТОО «Севказэнергосбыт». Цена покупки электрической энергии у единого закупщика для ТОО «Севказэнергосбыт» с 1 января 2024 года была утвердена в сумме 12 тенге. То есть ранее действовала цена 11 тенге, то есть рост 99 тенг. По словам Агауиса Гандыкова, повысились тарифы на услуги компаний, задействованных в энергоснабжении, и расходы «Севказэнергосбыта» на передачу электричества. В предложенном проекте средняя цена за свет составляет 24 тенге 76 тенг за киловатт в час без НДС. Сейчас киловатт в час стоит 21 тенге 13 тенг. Но изменение цен неравномерно. Население, бизнес, бюджетные организации и социально значимые объекты получат квитанции с разными тарифами. Своё отношение к вопросу выразили представители общественности. Сколько платит население, сколько платит прочие, сколько платит бюджетные? Это всё у нас в этом предоставлено. Средний тариф, вот то, что распределили меня. Я понял вас отлично. Вы хотите знать абсолютные цифры? Да. Сколько и соответственно изменения, как изменятся ваши получаемые деньги? Они у нас останутся на уровне среднего тарифа. Повышение стоимости тепла и энергоснабжения компании планируют с 1 февраля этого года. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий рассмотрит заявки до этого срока, но может запросить дополнительную документацию. Окончательное решение будет вынесено с учётом публичного мнения и предоставленных оснований для изменения тарифа. Анна Богословская, Александр Янцен, МТРК На брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям говорили о возгораниях на транспорте. Зачастую они происходят не по вине водителей, а из-за плохого качества топлива или ненадлежащего техоборудования. С начала января зарегистрировано 6 возгораний машин, один случай на грузовом автомобиле. Здесь мы говорим и о бензине, и о маслах, о газе, о краске, о текстильных материалах, которые используются в качестве обивки и набивки салона автомобиля. Но и здесь же сами автовладельцы способствуют во многом возникновению пожаров. В целом в области с начала года произошло 27 пожаров. Четыре человека получили травмы различной степени чажести, один погиб. 17 января 2024 года по адресу город Петропавловск, улица Жумабаев, 19, квартира 3, произошел пожар в частном четырехквартирном жилом доме барачного типа. В результате пожара на месте был обнаружен труп мужчины. По данному делу ведется досудебное расследование. Причина пожара, я думаю, устанавливается. 70% пожаров приходится на жилой сектор. Основные причины их возникновения – нарушение правил пожарной безопасности. Честники призывают жителей области быть бдительными. Камила Карим, Вадим Ударисов, МТРК. Компания Теплэка – единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Теплэка работает по принципу русской печи – быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 тиловатта в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель Теплэка. Приобрести его можно по адресу Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78, телефон 7707-343-6282. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более 100 магазинов в России. В Назарбаев интеллектуальной школе продолжается благотворительный проект развития потенциала опорных сельских школ. В рамках проекта учителя пяти школ из районов Махжана-Жумабаева, Уалихановского, Есильского, Мамлюцкого и Жамбулского приняли участие в стажировке. Педагоги посетили открытые уроки, мастер-классы и тренинги, проведенные опытными преподавателями. Это поможет внедрить новые методики и технологии обучения. Сегодня у нас присутствуют учителя, естественно, математическое направление. В рамках практики, стажировки они увидят весь цикл от подготовки к уроку преподавания и проверка заданий. Цель – это поднять потенциал школ и повышение качества знания. Проект развития потенциала опорных сельских школ дает равные возможности для сельских детей получить качественное образование. В первый год оказали методическую помощь коллективу Кишкинекольской средней школы-интерната номер два. В этом году список пополнили еще четыре школы. Из фонда в учебных заведениях открываются тем-кабинеты, оборудованные инновационными технологиями и учебными материалами. А педагоги и сотрудники школы имеют возможность пройти переподготовку по программе НИШ. В течение вот этих двух дней, конечно, еще пока не полных, я много интересного для себя почерпнул. То есть мы и на уроках были, то есть посмотрели, как практически, значит, работа с детьми, вот с одаренными детьми. Ну, в принципе, понравилось, кое-какие методы обязательно будем использовать. Опытные педагоги НИШ поедут в каждый район с мастер-классами. В последующем перечисленные школы должны стать ресурсными центрами для других сельских школ области. Всего по стране в 2023 году к данному проекту подключили 63 школы. Еще 111 планируют в 2024 году. Валерия Сиваш, МТРК. В этом году исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской осады. Военная блокада города длилась почти 900 дней. Этот период его жители выдержали стойко и мужественно. Большой вклад в освобождение города внесла наша 314-я стрелковая дивизия. В преддверии памятной даты сотрудники областной библиотеки имени Габита Мусрепова пригласили учащихся городских школ на встречу под названием «Ленинград. Блокада. Память». В нашей библиотеке для учащихся школ города пройдет исторический набат «Ленинград. Блокада. Память», чтобы вспомнить ленинградцев и жителей города, защищавших город-герой, а также еще раз напомнить ребятам о том, как важно в наше время не допустить подобной трагедии. Ребята увидели полную хронологию событий, узнали интересные и местами пугающие факты о жизни Ленинграда в период блокады. Я всегда с удовольствием откликаюсь, когда меня приглашают на проведение этого мероприятия. Сегодня особенно мне приятно быть здесь, потому что осенью «Русский дом» отправлял меня на форум международный в Петербург в октябре, где библиотека городская, муниципальная, большая, очень модная современная библиотека имени Маяковского, Маяковка знаменитая, подарила в дар нашему городу две великолепных книги, только что изданные о блокаде Ленинграда. Сегодня одну из этих книг я бы хотела передать в дар библиотеке нашей, потому что, к сожалению, литература на эту тему у нас, особенно новой литературы, у нас очень немного. Вспомнили и о тех, кто доблестно сражался за свободу Ленинграда от фашистских оккупантов. Учащиеся школы-лицея для одаренных детей «Лорд» подготовили выступление. Первый доклад посвятили заслугам маршала Советского Союза Георгия Жукова. Именно он координировал операцию «Искра» в прорыве блокады. Способности полководца высоко оценивали даже вражеские войска. Вторая группа учащихся рассказывала об авторском проекте «Они ковали победу». Весной прошлого года ребята ездили со своей работой в город Санкт-Петербург. В апреле прошлого года наша команда поехала в Петербург по программе «Читаем блокадную книгу». Данное мероприятие было организовано при поддержке русского дома в Астане. Мы поехали туда представлять наш проект «Они ковали победу» Петропавловск года Великой Отечественной войны. На сайте мы создали сайт, содержится информация о различных объектах нашего города, которые были важны стратегически в годы Великой Отечественной. Сейчас сайт расширяется, там содержится форум, где ведется активное обсуждение, и сайт постоянно обогащается новой информацией. Конечно, побывать в Петербурге – это было незабываемо, потому что этот город хранит в себе множество воспоминаний, которые мы могли увидеть своими глазами. Именно поэтому сегодня мы хотели бы поделиться этой информацией, показать фотоснимки, которые мы сделали сами, рассказать какие-то интересные факты, которые мы услышали. В общем-то, мы просто хотели бы распространить это, чтобы люди и в Петропавловске знали больше. В этом наша основная цель – распространять знания. Началась блокада Ленинграда 8 сентября 1941 года. Прорвать кольцо оккупантов удалось только через полтора года – 18 января 1943. Окончательно завершился этот трагический период через год – 27 января 1944 года. Военная блокада Ленинграда унесла жизни около одного миллиона людей. Валерия Филатова, Александр Янсен, МТРК. 19 января православные христиане отмечают крещение Господне. Оно является одним из древних церковных праздников. В этот день соединяются Ветхий и Новый Заветы. Согласно священным писаниям, вода – это начало жизни, источник Божьей благодати. В половине девятого утра священнослужители провели таинство освящения воды. С праздником всех православных северказахстанцев поздравил секретарь Петропавловской и Булаевской епархии Сергий Первушин. Дорогие братья и сестры, я всех сердечно поздравляю с праздником крещения Господня. В этот прекрасный день мы снова пришли на местный наш водоем реку Ишим для того, чтобы посвятить воду. Потому что в этот день, как мы говорим, вот освящается естество. То есть в этот день Господь пришел креститься на Иордан от Иоанна, хотя не имел в этом никакой нужды, но для того, чтобы исполнить свое предназначение, то есть принять все человеческие грехи и искупить их на кресте. Считается, что освященная вода обладает целебными и благодатными свойствами. В день праздника Богоявления люди приходят на реку, чтобы набрать святыни домой. Многие северказахстанцы изъявляют желание погрузиться в крещенскую прорубь. Каждый год в основном купаюсь. Вот когда сильные морозы, когда не пускали, тогда пропуски были. А так каждый год в основном. Уже четвертый год, получается, кунаюсь. Все прям классно. Всех поздравляю с крещением. Всех благ. Поздравляю всех христианин с праздником, с великим праздником. Крещением Господним. Желаю всем здоровья, счастья и побольше веры в Бога. Я каждый год купаюсь. С праздником вас всех, с крещением православным. Данная традиция не предписывается церковным уставам. Придумали ее простые люди. Священнослужители говорят, что треекратное погружение в Иордань не освобождает человека от грехов. Сегодня в этот день многие приходят на реку, набирают воду. Кто-то хочет искупаться целиком. Поэтому одно могу сказать, что это просто благочестивая традиция в этот день искупаться. Никакого здесь догматического смысла нет. Грехи в купеле не прощаются. Они прощаются только в таинстве исповеди, в таинстве покаяния. Люди, имеющие медицинские противопоказания, могут окунуться в крещенскую воду дома. Для этого будет достаточно просто принять ванну. Волшебными свойствами в этот день наделяется вся водная стихия. Валерия Филатова, Вадим Мударисов, МТРК. С 1 по 5 февраля в Астане пройдет чемпионат Казахстана, который объединит три вида борьбы – греко-римскую, женскую и вольную. Сейчас идет активная подготовка к турниру. Именно поэтому в Петропавловск приехали спортсмены из Караганды и Казаларды для совместных тренировок. У нас борьба контактная с спортом. Нужны спарринг, партнеры, желательно, ну, серьезно подготовленные. Не хватает в области, допустим, именно вот такого количества равных партнеров. Ну, в любом области это проблема. Поэтому вот ребята из Караганды, ребята из Казаларды подъехали. И мы вместе готовимся. В зале детско-юношеской спортивной школы жены с более 20 человек. Все они профессионалы своего дела. Денис Пилипенко занимается греко-римской борьбой уже 9 лет. За эти годы успел испытать себя во многих турнирах. На чемпионате Казахстана выступают в весовой категории 82 килограмма. Сейчас подготовка идет к чемпионату Казахстана среди взрослых. Уже 2 недели как идет сбор и еще будет 10 дней еще сбор. И 29-го выезд отсюда будет на чемпионат. Призер Казахстана по молодежке, чемпион Казахстана по кадетам трехкратный. На чемпионате Азии, на чемпионате мира участвовал по кадетам. Чемпионат Казахстана проводится в 10 весовых категориях. В сборную области на соревнованиях представят 10 борцов. Валерия Сиваш, Вадим Мударисов, МТРК. Спонсор прогноза погоды компания Теплэка. Производитель энергоэффективных обогревателей. Компания Теплэка – единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей и на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Теплэка работает по принципу русской печи. Быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 тиловатта в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель Теплэка. Приобрести его можно по адресу Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78, телефон 7707-343-6282. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более 100 магазинов в России. Субтитры создавал DimaTorzok